Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня я хочу с вами вместе уложиться. Уложиться не просто, а через лайфхак. Мне когда-то показала, точнее не показала, а просто так меня укладывала одна из моих знакомых стилистов, которая делала прически, участвовала во многих конкурсах и так далее. И, кстати, пару раз она мне делала прически, и пару раз она использовала этот лайфхак. Я спросила, для чего? Она говорит, что так, укладка держится дольше, плюс объем. И на самом деле, после ее укладок, эта прическа реально держалась очень долго, очень долго волосы оставались чистыми, вот прям чистыми. Но это, я думаю, что с использованием лака, потому что, да. Ну, короче, я могла неделю, девочки, ходить с ее укладками и прическами и кайфовать неделю. Выглядело это все хорошо, но через неделю уже, думаю, что так, голова не свежая, уже, короче, хочется просто ее помыть. Вот. Но вот сейчас я сама решила впервые так уложиться. Первое, что я сделала, это помыла голову, использовала шампунь, бальзам, использовала термозащиту свою любимую, да, спрейчик. И теперь я просто сушу волосы, чтобы они высушились как следует. Волосы посушила, в принципе, я вам уже показывала свой способ, как я сушу волосы, могу вверх ногами перевернуть голову, могу так. Главным образом я всегда держу фен в направлении вот этих вот волосинок, да, чтобы более гладкий он был, да, такой всегда. Даже если мы перевернем голову, мы всегда фен держим вот так. И вот так. То есть мы идем сверху вниз, да. Можно расчесывать при этом, можно не расчесывать. Я не расчесывала волосы, потому что следующим этапом у нас будет гофре, и мы делаем объемчик. Сейчас расчесываю волосы. Включаем гофре, я думала потеряла ее. У меня фирма Харизма гофре. Это, по-моему, какая-то профессиональная. Тут классно крутится все. Она широкая и мелкая. На 210, ну пусть быстро будет, потому что нам не нужно сильно сейчас будет волосы прям делать гофре. Мы просто, прям, просто проходимся по прятке. Я вам покажу сейчас. Пока греются гофры, пойду сделаю себе кофе. Теперь мы берем и просто по прятке, да, по тоненькой, по тоненькой, можно не по тоненькой, как у вас главное хватается. Мы просто быстренько проходим гофрешкой, да. То есть вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. То есть это минимал, минимал, которая дает. Чтобы не было, в принципе, видно даже по, по особо сильно не было видно, да, по пряди, что она у нас гофрированная. То есть она немного такая, да, но это дает очень хороший объем, и на таких прядках будут лучше держаться локоны. Вот, да, вот. Теперь вижу. До самых кончиков делаем. Та-дам! Все. Теперь, как видите, у меня появился уже объем. Смотрите, волосы еще подсохли, объем, и это отличная база для того, чтобы делать локоны. Вот, можно и так тоже ходить. Я люблю какие-то такие, знаете, кончики получились интересные, но при этом не видно, что у тебя гофре на голове. Вот, прикольно. И сейчас мы выключаем наше гофре и включаем мою любимую плойку. Моя любимая плойка – это фирма, ой, Дювале, да, как она там правильно. Она без щипцов, без ничего, просто самая большая, толстая вот эта вот окружность плойки. Очень быстро нагревается, очень быстро остывает. На 210, чтобы быстрее кудри наши закручивались. Сейчас она нагреется, и приступим. Так, ну что, плойка практически нагрелась. 203 уже, 205. Уже можно крутиться. И теперь мы берём наши прядки и крутим от лица. Вот трогаю, когда уже нагрелась прядка. Можно её, в принципе, отпускать. Я люблю такие натуральные локоны, поэтому не делаю сильно закрученные. Вот такие вот локоны красивые. Ну, сделала сторону, смотрите, какой объёмчик у нас тут. Волна красивая. Сейчас будем делать вторую сторону. Чтобы объёмчик был ещё наверху, мы начинаем вот так вот делать. И я ещё оставляю кончик, потому что я люблю, когда кончики не забёрнутые, а прямо просто торчат вниз. Всё, теперь мы всё это дело распределяем. Смотрим. Смотрим, где нам нужно подкрутить. Вот, например, вот эту я сильнее подкрутила. Сейчас вот здесь вперёд подкручу. Поправим, чтобы всё было равномерно. И прядки обычно с левой стороны, которые первые мы начинали делать, они как будто чуть-чуть распускаются, или их наоборот чуть слабее делаешь. А вот вторую сторону я всё время почему-то делаю сильнее. Как-то так получается. Так, теперь всё это распушаем. Распределяем. Вообще моя мастер, которая делала мне такие укладки, она, конечно, каждую прядку распределяет, раскладывает её и фиксирует её лаком. Но я так делать не буду. Я сейчас обязательно всё это сбрызну лаком, потому что я хочу, чтобы мои труды вот эти вот надолго сохранились. Вот. И лак помогает именно волосам дольше сохраняться вот нежирными, да, у кого сильно жирнится голова. Это для жирной кожи головы, для жирных волос, для жирной кожи головы вообще. Прям находка. Пойду взбрызгну лаком где-нибудь там подальше, чтобы я здесь потом могла находиться. С одной стороны, хорошо, когда все локоны к локону, да, лежат. Это одна укладка. Но я люблю, когда некий хаос небрежный на голове, даже когда меня укладывают одной к одной, и всё равно потом всё это вот так раз пушаю. Сейчас я накрашусь. Та-дам! Всё, мои хорошие, смотрите, какая красотка предстала перед вами. Мне очень нравится этот объём, мне очень нравятся волосы, которые я ощущаю, да. Я думаю, что эта прическа будет мне надолго, так же, как и делала моя мастер. Вот ещё я надела серёжки. Кофточку накрасилась. Мне кажется, очень красиво. Давайте со всех сторон посмотрим. Как вам прическа? Как вам объём? Делитесь своими лайфхаками, пожалуйста, тоже по поводу объёма под видео, потому что у меня на самом деле волосы вообще не объёмные. Хотя я заметила, я помню, что как-то обрезала стрижку себе, сделала каскадом для того, чтобы, типа, волосы станут легче и станут объёмные. Нифига! Объёмнее всегда волосы, когда я смотрела свои старые видео, длинные у меня такие были волосы, они выглядели объёмные. Я не знаю, что за секреты какие-то, да? Обман зрения и так далее. Но я сейчас отпускаю волосы, я хочу длинные волосы, потому что визуально смотрю, они кажутся объёмнее. Но, соответственно, всегда мне хочется сделать какой-то объём ещё дополнительный, больше и больше, но без начёса. Потому что начёсы, мне кажется, это немножечко неестественно. То есть волосы уже так вот нельзя вот так делать, да? Потому что он стоит вот так начёс и всё. Это не то. Но объём я очень люблю. И вот эти кудри вообще, короче, одна из моих любимых укладок. Если кто-то будет спрашивать про мой тон помады, то эта помада, часто просто спрашиваю, да, то это помада Фаберлик, вот такая вот, в номере 405-78. Не знаю, будет вам видно здесь или нет. Номер этот. Короче, просто запишите. И поближе всё сделаю. Вот так. 405-78. Вот такой красивый цвет. Она очень похожа под натуральную губную, видите? То есть под натуральный цвет ваших губ, немножечко с фиолетовым. Мне этот цвет нравится, мне он подходит. Я использую вот этот. И чаще всего на моих губах вы ещё можете увидеть вот такую помаду Фаберлик 408-27. И у них ещё очень много похожих оттенков. То есть если не будет этого оттенка, берите похожие. Они все идентичные. Тоже цвет очень натуральный. То есть тут уже розовинки больше есть. И часто им крашу. И часто именно, когда я крашу этой помадой, спрашивают у меня, Селена, что за помада у тебя? Это раз. И второе, что я вам хотела сказать, это то, чем я сейчас делаю тон лица. То, что маскирует всё просто. Вот лицо полностью маскирует. Я даже не использую консилер под глаза и никуда. То есть я консилер вообще не использую. Я использую один. Где он? Вот. Вот этот вот Maybelline тональный крем. Когда-то мне его дарила Linusic Happy. Она сама им пользуется. А я что-то... Ну, так как это тональный крем, а не BB крем. А я что-то думаю легче, да? BB крем, BB крем. Но здесь мне нравится, что он матирует. Мне нравится, что он скрывает все вообще неровности, да? И мне не приходится делать дополнительных каких-то вещей. У меня лицо сразу, мне нравится просто вообще. И я использую 03. Светло-бежевый. Это мой тон. Мне подходит. То есть мне ничего не нужно дополнительно маскировать, разбавлять и так далее. И попробуйте, если кто-то не пробовал. Вот такой тональный крем. Мне нравится. Вот. Ну и всё. Всё остальное... Как обычно. Всё. Пользуйтесь. Надеюсь, моё видео было вам полезным и интересным. Обязательно ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Впереди много интересного. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok